Гайра, я поздравляю вас с такой прекрасной выставкой, объективно говоря, это сильно, это мощно. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете в стенах нашей одной из самых намоленных киевских галерей? Очень хорошо себя чувствую, хотя попал сюда первый раз, для меня это был сюрприз. Я не ожидал, что здесь настолько уютно, настолько душевно все. И я уже не говорю о том, что хороший свет, очень хорошо сделали экспозицию, но просто все чудесно, и я в восторге. Скажите, пожалуйста, вот ваша живопись, она прошла, ну, скажем, через ментальность человека, не славянина. Но здесь очень много таких, как мне кажется, перекличек, и европейские какие-то сюжеты, и восточные сюжеты. И вот как это все связалось в один узел? Ну, дело в том, что я изначально еще для себя решил, еще когда был молодой, что все, что достигается художником очень хорошим, всегда является продуктом впитывания многих культурных. И получается, как какая-то такая, ну, ткань, ну, не секрет же, потому что французские художники очень интересовались африканской скульптурой, там, графикой японской и т.д. и т.п. Все это они впитали, в этом ничего плохого нет, даже наоборот, хороший. Поэтому я так думал, что, ну, вот, все, что я делаю, это тоже влияние различных культур, азиатской культуры, европейской культуры, там, африканской, южноамериканской и прочее, прочее. Я считаю, что это очень хорошо, потому что, в-первых, это интересно, во-вторых, это позволяет затрагивать темы, ну, например, я очень люблю пейзажи, очень люблю портрет писать, но я бы не мог всю жизнь только пейзажем заниматься, поэтому я как-то вот переключался с одного на другое. Есть пейзажи, которые вроде как бы не пейзажи, есть портреты, которые, ну, это и портреты, и в то же время эта композиция очень сложная. Вот, например, серия «Карточный домик», там я изображал студенток моей жены, которая преподавала раньше, занималась театральным костюмом, и она преподавала в Ташкенте, вот, и я очень много рисовал этих девочек. И я сейчас просто использую эти наработки свои и делаю сложные композиции на эту тему. Скажите, пожалуйста, вот, что вы желаете себе как художнику? Точки роста еще у вас есть? Я как-то никогда не задумывался над этим, просто, ну, если говорить честно, я просто люблю рисовать, вот и все. А, ну, если есть какой-то рост, значит, хорошо. Как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!